Батюшка, приветствую. Ты успел добить это? Я прошу прощения. Так само, как и знаете, батюшка, у вас больше не меняют час. У нас он заменен. Прошлым разом было то в час дня. Сейчас в 12-ю я чуть-чуть попутаю. У нас, в общем, не переводят время больше, а у вас переводят. Так я понял? Так, у нас уже каждого года переводят час. Ну да, у нас больше не переводят. И нам сказали, вам хоть переводи, хоть не переводи, вы все равно больше и лучше не работаете. Поэтому, ну я шучу, конечно. Но этого года это сделали в первый раз, да? Я, честно говоря, не понял. По-моему, в прошлом году тоже уже не переводили. Я, честно говоря, сильно на это не обращаю внимания. Перевели, перевели, нет, да и нет. Отчика, ну мы с тобой давно не общались вживую. У тебя сейчас день, и у меня уже ближе к ночи. Это батюшка Милован, с которым мы периодически общаемся, проводим совместные эфиры. Батюшка живет в Америке, в Чикаго и еще в Нью-Йорке. У него два прихода. Правильно, батюшка? Правильно. И вот почему мы периодически делаем с ним эфир? Потому что некоторые мнения, скажем так, и относительно каких-то… Ну, мы стараемся политику и священначально не трогать, но тем не менее более честный и объективный взгляд на какие-то вещи, которые нам позволяют смягчить те острые углы, которые порою даже среди верующих, православных людей возникают. А у нас, по слову Господа, должно быть друг друга тяготы носить, а не в чем-то обличать или в чем-то укорять, потому что люди везде одинаковые, особенно простые люди, они всегда более добродушны, более открыты. Они не ищут каких-то политических или финансовых выгод. И вот в духе христианства, в духе милости Божьей пытаемся порой пообщаться. Батюшка, ну, у нас с тобой приближается Великий Пост. Скоро встретение Господне. Ну, скажи, пожалуйста, дорогой, как ты своей пастве, которая у тебя там в Америке, ну, вот, благословляешь, готовится к посту или в пост, какие-то послабления, может быть, даешь им в пост, может быть, какой-то молитвенный подвиг. Как ты вот о своей пастве заботишься в дни подготовления? У вас, батюшка, у вас интернет очень плохой? Какой есть очень. Вроде у меня, у меня вроде не тормозит. А ну, мои дорогие, напишите, пожалуйста, как у кого интернет работает, у кого я или батюшка, может быть, кубиками, рубиками. У вас, батюшка, был очень плохой интернет. Можете, пожалуйста, скажите вопрос, какой перед этим? Вопрос, как ты своей пастве благословляешь, готовиться к посту или в сам пост поститься? Насколько строго или очень лояльно? Как вот сейчас приближаются эти дни? Хорошо. У нас уже начинается пост. Украинский, русский и белорусский народ чуть-чуть по-другому постит за разницу от сербского, белгарского и греческого народа. Потому что у нас есть точно много маслин, лекарства вообще не допускается в посту. Как народ держит пост, он держит так, как всегда было. Только на воде. У вас есть пост, который называется «чорный пост». Но в будущем в Америке, в будущем в Америке, у меня есть приход, у которого есть украинцы, русские, белорусы. И я им, так как их традиция, то есть традиция русской православной церкви налажит, так я им не допускаю пост. Кроме того, что я пост чу так, как меня научили мои. Если у нас есть сербы, они держат пост, как положено у сербской православной церкви, как традиция наша наложит. Если они греки, они тоже так само держат пост, как наша традиция греческая наложит. Но это строгий пост. Ну вот смотри, батюшка, по монастырскому уставу есть сухоедение, там некоторые дни масло не положено. Но это монастырский, в первую очередь, устав. Как бы пост по монастырскому уставу. Ну в миру-то они... У миру всегда это было, батюшка. У миру всегда это было. У сербскому народу, Болгарскому народу, Грековскому народу всегда люди постели так, как постят у монастыра. Это устав монастырский всегда был. Это народ вообще... Если он... Даже я вам могу сказать одно. Если он такую цукерку, леденец, как они называют его, покушал женщину или человек, он больше не идет до причастия. Он вообще причащается только святою водою. Это не было заборонено от священника. Просто люди имеют такую совесть, что они, если они держали по Саолигою, это никогда не идет до причастия. Это просто так у народу жил. Это традиция. Хорошо. А вот такой, смотри, пример. Ну вот человек где-нибудь работает на стройке. Православный христианин говорит, батюшка, ну вот я физически не вытягиваю этот пост, где я могу только на просворочке, там сухоедение, вот с такой строги. Ну как мне быть, если я в мешке цемента таскаю и тому подобное? Ну как мне поститься? Как мне совместить желание попоститься, угодить Богу, и в то же самое время мой тяжкий физический труд? Ну что ты ему скажешь? Конечно, разрешаю. Я снова говорю, что наша традиция, сербско-греческо-болгарско-традиция, это традиция поста, они люди держат пост, как по типику монастырскому. И это люди уже приняли, мы никогда не меняем этого. Потому что это у совести, их папа, мама, они их так учили. И мы почему бы этого меняли? Если у русского человека такого строго поста нету, кроме Великой Пятницы, или что, Великая Суббота, тогда мы это и допускаем. Вот так я рационально здесь допускаю, если люди делают так, как вы скажете, очень сильные и тяжкие физические, физическую работу, тогда это я разрешаю, чтобы те люди были на маслу, на улике. Разрешаю, если увидел вопрос, если человек больный, если он нездоровый, тогда это наша церковь православная допускает пост и на яйцо и молоко. Про это говорили сетявы юстинчалейские, сербские, когда люди, которые лекарства берут очень сильные, им надо пить молоко, тогда они разрешают, чтобы это было молоко. Потому что существенно пост не в том, чтобы мы человека, если он больный, добили до конца. Это ему помочь, чтобы он и пост и дал свою заслугу Богу. Бог сказал, подайте цару цареву, а Богу Божьему. Если мы знаем, что цару преподает наше тело, потому что, если надо, мы страждаем и положим свое тело за свою державу, за царя, тогда мы должны кормить это свое тело. И если мы его не кормим, мы убиваем. Это то царево, то и нам не належит. Так только нам. А если Богу даем духовно, то надо нам и пост держать. И перед этим я бы подчеркнул один вопрос. Это когда люди задают такой вопрос, почему надо пост держать? Это если мы увидим, что первая заповедь Божья это была держите пост. Бог первую заповедь дал Адаму держать, надо держать пост. И если нам надо держать пост как Адам, чтобы мы не были выгнаны из рая, это нам надо и держать. Адам не додержався этого поста, был выгнан из рая. И как мы можем вернуться назад до рая? Только таким самым обратным чином держать пост и вернуться назад до отношения с Богом, который имел Адам. от этого и суждено. Да, я согласен. Но в любом случае я думаю каждый священник должен индивидуально подходить без фанатизма и с пастерской любовью, с пастерским попечением. очень. Ну, давай, наверное, потому что я смотрю, очень много вопросов пишут и плюс еще были какие-то вопросы у нас тут. Сейчас я быстренько включаю, посмотрю, потому что можно включить у вас. Ладно, это, в общем, которые шаблоны у нас, я их не буду открывать, потому что там кроме по-английски «хай, как у тебя дела», больше ничего нет. то давай ответим на более объективные вопросы, которые будут задавать. Батюшка, ты серб? спрашивают. Да, я серб. Креативные у вас фотографии говорят. Это вопросы, которые я в минулых разах отвечал, больше отвечать на него не буду. На каком языке служат в Америке? На разных языках, у нас есть церковь американская ОСИЭй, там служат на английском языке, у нас есть русская зарубежная церковь, московская патриаршия, они служат английский и церковно-славянский, сербская церковь, которая служит на сербском, английском и церковно-славянском, потом у нас есть служба на арабском языке, если это антиогогическое церковь питание, болгарская, которая служит на болгарском, английском и церковно-славянском, и разных языках. У меня бафалум румынский, сербский, украинский, церковно-славянский. У Чикаго церковно-славянский и украинский. Но вообще большие приходы, вот у тебя приход или другие приходы, они вообще большие по количеству? Большие. Если мы в Америке нас православных имеют 7%, они большие. Но эти 7% они ходят на приход, да? У меня вот дай на секунду перебью. Вот смотри, мы видим, что в том числе в Америке, то что даже по фильмам, чисто если смотреть, все вот в воскресный день, там католики, протестаты, не суть важна, они все ходят, посещают богослужения. Это вот два вопроса. Первый, это правда ли так, это традиция, или они от души ходят? И второй вопрос, эти 7% объективны, 7%, потому что у нас по большому счету православные люди от общего количества всех решенных, ну в лучшем случае 1% ходят на службы. Вот два вопроса. По-первых, это традиция, Америка как страна настала на основу церкви, церковь засновала Америку, протестанты и так дальше, если это была когда-то традиция, но она сбреглась и до сегодняшнего дня. Протестанты, католики идут, заметно, что католики чуть-чуть меньше идут в церковь, ну как-то раньше было случай, до другого Ватиканского канцила, после этого они чуть-чуть меньше идут в церковь, но мы православные, я могу сказать только для своего приход, на него 150 людей, если бы все приехали, ну там приходят, ну в воскресенье может 10% не прийти, но если они не пришли, на другую приезжают, но они всегда у месяца, если у нас три воскресни службы у месяца в Чикаго, тогда они попадают на две, ну все прихожане хоч три службы, они могут пропустить только одну. Ну в общем в Чикаго до 150 человек я так понял на службе, у тебя, да? Так, да. Я, батюшка, искренне рад за тебя, что у тебя хороший, крепкий приход, это очень отрадно, потому что одно дело называть себя православным человеком, а другое дело по факту быть членом церкви, частью церкви, а не просто на словах они живут, они живут житьем православным, это все люди, которые когда-то были католиками, когда они были униаты, и потом они, узнающие, что им униатство так насильно дали после 1991 году, они вернулись назад у веры, в которой они христилися, и если они были крещены в московской патриарши, тогда не было католиков, не униатов на Украине, тогда они приняты были миропомазанием, а если они христилися униатской церкви, я то подчеркиваю, я всегда хрешу католики, потому что там Духа Святого нету. Ну что, давай поотвечаем на вопросы, один я отвечу, поскольку я уже прочитал, следующий тебе прочитаю, хорошо? Хорошо. Так, объясните, пожалуйста, чем отличаются записки на проскомидию обычные и от заказных. Проскомидия это первая часть литургии, на которой вынимают частички, читая записки, но есть сугубые записки как бы там с особым прошением, путешествующие, оболящие, темницы заключенных, то есть на сугубое прошение. Это как сугубое прошение, как потреба, поэтому они считаются как заказные, если можно сказать. И также читается в середине службы также о здравии, покоении, уже громогласно, потому что на первой части вы не услышите, когда батюшка вынимает записки, он сам их читает и вынимает частички, вы их не услышите там. А уже посередине службы на литургии верных вы уже можете услышать, или это нет, это у нас записки престол, мы причастие еще не перенесли, да, значит, получается еще, наверное, оглашенный. Вот, и вот тогда вы можете услышать перечисляемые имена. Но могут и рядышком стоящие, представьте, если тысячи имен, один батюшка просто не может прочитать, поэтому он может и благословить рядом стоящих там дьякон, панаморей, чтобы они тоже читались. Эти записки еще называются у престола читающие. Так, батюшка, сейчас я тебе вопрос прочитаю. Можно что-то добавить, отец? Да, 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 конечно. Когда люди приезжают и дают записочки, у нас есть такое, у меня люди всегда должны писать записочки. Я такой обиджи, как у Русской Православной Церкви, не понимаю, что они мне приносят такую маленькую, знаете, книжечку, в которой записаны имена. Они всегда, а нету, я этого не допускаю, потому что каждым разом им надо писать имена своих. Это обиджием нашей только Церкви, потому что я хотел, чтобы те люди, не только молиться за их родители, которые они вообще не помнят, но чтобы они напомнили про их имена и их в Церкви. Так что я их заставляю всегда, ранком, когда они приезжают на службу, на службу, а на начинайся с поведом начинайся на 9 утра и до 10.30, у 10.30 нам начинайся служба, литургия, тогда они дают записочки и перед споведом я сделаю прескомедию. Тих, которые я знаю и имена всех, я уже запомнил и брал их как частичку за них, но после этого, когда они уже записали молитвы в Престиль, которую я читаю, всегда это бывает на сугубой ектении, ну, ектении, которая за живых и за мертвых. Тогда я считаю всех имен, а когда иду за частные даровые, нести полтир чашу и дискус через народ, перед этим я всегда беру еще одну частичку за всех тих, которые я взглядел в Престиль. И потом беру чашу и дискус и между людьми. Я хотел подчеркнуть, что самое важное, что мы этих людей на литургии поминяли. Почему? Потому что у литургии с этого Марка апостола нету частичок. Вже. Я никогда не служил литургией. У нас по традиции скажем так в лучшем случае в трех местах всей России служат в Санкт-Петербургской академии, Московской видеоакадемии. Но это очень редко чтобы служили литургией апостола Марка. У меня служит апостола Марка литургия часто и там никогда записочки нету только именно поминяли. Так что хотел сказать что если у Иоанна затутство литургия частичка есть, но если и частичка нету очень важно то что мы имена их поминаем очень сугубо и заживых и мертвых. Так батюшка сейчас тебе вопрос задали Отец Милован скажите пожалуйста когда вы встречались с протестантами или другими христианами на совместных мероприятиях где есть трапеза как вы читаете молитву перед людьми? Если мы всегда встречаемся в круге тех людей которые находятся близко меня они так как обидчай налаж между нами всегда благословляют пищу если забыть они всегда хотят чтобы я благословляю пищу они никогда не благословляют хорошо никаких проблем нет но это честно я не понял в чем вопрос а в чем разница ростов и постов я честно говоря не понял но пост я понимаю ростов в чем вопрос что делать если проблемы со здоровьем но это мы ответили что больной поститься своей болезнью в первую очередь батюшка год назад мне женщина дала конфеты я их перекрестила но не съела прошел год не грех ли выбросить эти конфеты как-то рука не поднимается раз перекрестила даже интересно батюшка что ты скажешь вот перекрестила она перекрестила их а потом не скушала ну и сейчас не знаю что с ним делать да 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 а почему она перекрестила то что не хотела есть не она я так боялась что что-то допустим человек может злым ум слабдал или может еще какая-то причина от тогда у нее недостаточно веры если она прекрестила и верила в Бога и знала что это Бог тогда благословляет почему она не кушала а если она прекрестила только так что она думала что так надо почему и он сказал что у меня есть в Библии писано что если какую отруту я беру я никогда если покушаю меня ничего не будет но я ему сказал хорошо дайте меня отруту я выпью но если у меня ничего не станет то ты будешь хреститься а он сказал нет я не хочу я сказал меня страху нет но если я этого сделаю ты будешь хреститься скажи нет но тогда такого вопроса нет но я если позволишь скажу значит два варианта здесь есть ключевой момент пропали эти конфеты или нет срок годности элементарный да потому что год прошел если они пропали то по большому счету ну не знаю от того что вы их перекрестили они святыми не стали эти конфеты просто там если есть животные животные там отдайте пусть они там сидят коробку выкиньте если это нормальные конфеты тут два варианта или же сами скушайте или второй вариант кому-то презентуйте я думаю от вас как от святого человека который благословил конфеты и теперь нельзя выкидывать я конечно юморю немного но тем не менее ну кому-то подарите если они пятки не пропали так как объяснить протестанту что надо держать пост а почему ему почему ему вообще поясните когда он и нам сказал что нам не надо пост я думаю если он ему не нужен ему хоть объясняй хоть не объясняй тут это уже личное его дело вообще я говорю если ему не нужен этот пост ему хоть объясняй хоть не объясняй держать он нам сказал батюшка протестант и нам говорят что нам пост не надо почему нам тогда объяснять ему что ему надо каждый выбирает это свободная воля которая от Бога я бы с другой стороны подошел я бы ему сказал если это друг допустим ваш протестант я бы сказал так я держу пост потому что мне это полезно для духовной жизни потому что потому что то есть перечислил мотивацию почему я это делал если он скажет ну это классно я хочу тоже попробовать ну давай а так что оно ему не надо вы пытаетесь ему доказать что ему это надо ну не вольник не богомолик ты не заставишь и не в голову не забьешь не зря в священном писании написано так дайте каждому человеку ответ скротостью благоговения то есть ответ дайте а не заставьте или навяжите поэтому здесь насильно ничего не надо батюшка тебе вопрос а разве не послушание было главным для адама в раю это послушание было главное но дело которое ему сделал это держите пост это тоже так само послушание ну да нам нам господ каже пост надо держать это послушание а если мы его не держим то значит мы против заповеди божьей то так само и было с адамом если он ему сказал это не трудно можешь кушать что хочешь но только не этого а он послушание не додержал и кушал именно там где не надо было это все в одном а как ты думаешь у бачки благословение обязательно на пост брать нет это должен с каждого человека благословение берут те которые не могут выдержать пост таким как он есть если они больные если их очень тяжелая работа например у нас очень много людей ездят роком то грузовиком и они просто не имеют где купить пост пищу нам надо его благословить что он до недели ничего не будет кушать ну в любом случае путешествующим позволяется как путешествующим не держать пост но если есть какие-то условия возможности то по возможности надо все-таки воздержаться у нас 90% людей которые живут здесь русские украинцы они подорожающие они на на грузовиках ездят так что они и они те которые и берут благословение чтобы они не не держали посту полностью потому что им условие другое интересно пишет галина меня все время гложет совесть что я не не пощусь часто все время беременная или кормящая или то и другое есть такая золо есть какая-то золотая середина да по сути беременные кормящие они вообще не постятся потому что ваш пост это уже забота о ребенке новорожденном это это вопрос за каждого духовника потому что если был такой случай у меня женщина три раза имела так выкидыш она не три месяца просто ребенок был мертвый у нее он просто убивал и плод это она донесла на 9 месяцев и когда она четвертый раз была уже временно я сказал вам надо пост держать она сказала но наоборот меня лекарь врачи сказали что меня пост не надо потому что очень тяжело я могу вынести эту временность я сказал нет у вас вам надо пост держать и она держала пост полностью черный пост она донесла 9 месяцев и слава богу это ребенок не черный великий или строгий а то люди напугаются что черный без олики это народному просто называют черный пост потому что ничего нету кроме воды я понял я понял значит смотри батюшка тут спрашивают по каким святым местам вы любите ездить и все ли прихожанки в Америке в платках ходят на службу у меня все и у любках если она заходит в храм тогда без любки и хуски это просто на службу невозможно выдержать потому что все другие имеют на себя хуски так что это она себя не чувствует хорошо не вы початка с ними нету так все как у нас пишут так у меня такой к вам не тяжело цирку служить вопрос спрашивает не тяжело служить вообще не тяжело если бы было тяжело это бы я и не служил хорошо опять за твои красивые фотографии говорят хорошие у вас фотографии любят короче твои фотографии окей все-таки вы серп или болгар серп я отношение к болгарской православной церкви как молиться за дедушку который в психушке он начал драться драться после смерти бабушки попал в психушку я думаю как о болящем человеке любовь тут я думаю он из области суеверия но все-таки почему все идет плохо всю жизнь тяжело все дается мне посоветовать сходить в один день в три церкви и свечи поставить чтобы церкви были углом правда ли это поможет то то это ворожка которая ну такая там женщина которая колдовством занимается если человек идет в храм и если молится Богу поздержит православие не только держит как про его думает а живет православием это тогда человек не может думать что ему плохо потому что он все что принимает Бога принимает таким образом как хорошо так и плохо так как и у было давайте так человек верующий казалось это я воюстинчалиски человек верующий никогда не бывает безнадежный и безумный он всегда бывает счастлив потому что Бог с ним а если не верующий тогда это может идти в 15 храм поставить свечки и посред храма и по углах это не поможет потому что этот человек не верующий ну можно походить и по храму помолиться и свечи поставить но не ради того что вам женщина сказала а ради того чтобы как минимум немножко потрудиться но суть главная не количество свечей и количество храмов а суть в том что для чего ты идешь в храм а в храм мы идем как врачебницу для души как только начинается врачебница душа ты сам понимаешь что по сути проблемы внутри тебя как таковые знаете когда один раз развелся женился ну с потолка пример беру ну вроде не сложилось второй раз но что-то не так третий раз четвертый раз это уже закономерность это уже не в них проблема а в тебе поэтому вот по такому же принципу когда ты приближаешься к Богу для тебя какие-то тяжелые обстоятельства кажутся что я их переживу с помощью Божия я это переживу поэтому и ты по-другому на какие-то вещи смотришь а порою Господь наоборот попускает стучась опомнись родной или родная все что у тебя есть ты с собой не заберешь ты ко мне приди а для чего Господь попускать чтобы напомнить что мы всего лишь плоть и кровь не более не менее так бачки крещённая дочь а взрослая девушка хочет перейти в католицизм что делать какие весомые аргументы ей привести я думаю что вы спознялись и надо было вести в храм когда она была маленькая ну тогда был другой вопрос может вы находили в храм и если она всегда маленькая была выросла в храм и была вера истина насочена так что она понимала почему ходить в храм а не только увидела например маму или папу которую храму себе побожно ведут а дома кричут и сварятся разводятся и поэтому никакой православной жизни не ведут тогда это меня не удивит что она хочет пойти из такого православля потому что это не православля которое практикуется а то которое разочарует человека и доводит до этого состояния ну и ты ходишь до храма и не что жизнь своих родителей твоя жизнь она может человека отвратительно отвезти от храма або его привезти первые христиане когда они любили друг друга помогали один одному и когда язычники увидели насколько христиане любят друг друга они сами стали христианами это не надо нам какой аргумент вести если она принесла решение пойти в другую секту или какую религию какая бы она не была вы никаким аргументом не задержите потому что неважно какой аргумент есть но если мы живем таким аргументом и такой жизнь это за ней очень важно как аргумент так что если вы поменяли поменялись в своей жизни грешили но исправите себя и тогда ваша дочь выйдет и она задержится в вере которая меняет человека которая его племени делает делает как вера которая жива наша вера жива и мы сегодня можем увериться что наш сербский народ в Черногории когда это стала ситуация они так не ходили постоянно все в храмах или когда напад на храм и на православную случился тогда все стали бронить церковь и народ постав так что это живая вера живая церковь это называется живая церковь так что люди не практиковали каждого воскресенья ходите до храма али если кто нападает на святыню наш сербский народ устал и показал весь миру что мы святыня не отдадем это любовь до своей веры и до Бога как ты считаешь паломнические поездки нужно ездить если за духовную поддержку этим людьми которые верующие конечно потому что они вдохновенно принимают и подтвердят свою веру тем что увидят в иншахраме чудеса а если то знаете тут люди не имеют что делать но давай мы поехали в Иерусалим как туристы только как туристы это не надо таких не надо везти с собой потому что эта дорога была бы очень скучная если человек хочет увидеть Солун у нас скажут пошло теля у Солун корова вернулась назад только вырос час чтобы вырос ничего больше духовного не принял так это не надо и не ходить с таким людям и святый владыка Николай Велимирович сказал не был тебя не был тебя путешественник неверующий это таких людей не надо вести со собой потому что какое искушение когда мы идем на святых местах как-то бывают искушения неверующие попадают разум под искушение и панику делают между верующими таких не надо брать со собой у меня мы скоро были у Нью-Йорка у Новодивеево были у Джордан Вилл русско-зарубежная церква служили святобожественной литургией с Владиком Луком благословил потом служили у Новодивеево литургию мы люди вси пречешалися и очень хорошая была дорога мы были в Нью-Йорке в Нью-Йорке в Ситии имели службу в церкви святого княза Володимира потом имели Новодивееву службу литургию потом была служба литургия у Джордан Виллу потом поехали на Ниягарин водоспаде потом у меня были у Бафалу потом увидели очень большую базилику копию святого Петра из Ватикана в Лаковане тоже так само и вернулись назад в Чикаго так что наша дорога была очень красивой люди были очень позитивно вражены и так что все было хорошо потому что между нами не было тех которые сомневались или верующие были поломящиеся по возможности конечно нужно как минимум это смена обстановки особенно потому что ну бывает надо критично сказать что когда ты в одном и том же месте как-то вот оно чуть-чуть приедается и когда ты едешь в другое место бывает такая аналитика с одной стороны а у меня дома лучше а с другой стороны а здесь тоже хорошо то есть это один момент а второй момент опять-таки куда ты едешь вот допустим одна из последних поездок куда я ездил с приходом это в Дивеевском монастыре к Серафиму Саровскому чудотворцу и это очень хорошая поездка была молитвенная и конечно по пути еще многие другие святые места посетили но опять-таки это определенный подвиг я могу ошибиться но по-моему где-то я читал что паломник как 13 апостол почему потому что он возвращается и рассказывает о тех местах именно с духовной стороны если у него мозги есть потому что может он просто прокатился и начинает вот я устал а было неудобно когда ты едешь в паломнице ты не думаешь что будет удобно тебе комфорт ты берешь определенный себя подвиг чтобы потрудиться и физически и духовно это это не туризм вот туризм там пятизвездочный отель там и тому подобное а паломничество это определенный подвиг духовный поэтому ты потом еще приезж людям будешь рассказывать насколько это важно и хорошо вроде так ну дай хоть время посмотрю а то ты прогулял немного у нас еще минут 5-6 есть так тут благодаря тебя за эфир спрашивает Косово это Сербия или нет я честно говоря не помню Косово это Сербия или нет конечно Сербия ну конечно ты-то знаешь это Сербия ты точно знаешь а я-то не знаю ты-то оттуда родом вопрос гостю Косово это Косово это Сербия вы знаете батюшка батюшка я хотел сказать только одно если наши люди пошли и читают люди читают очень много там я увидел вопрос какой трехи примитивного человека я не знаю какой-то вопрос но как может быть протестанты католики есть ли у нас своя вера это трехи примитивный вопрос но хотел ответить на этот вопрос все равно если люди читают про православие в книжках и увидели и сказали ну православие это очень самые лучшие люди в мире это православные люди потому что они не думают только про себя а думают и про других людей это не можно тревожить человека никогда в жизни как если там твой сосед не имеет что есть и кушать если ты что-то готовишь какую пищу мясо или что запахом его не надо трогать и делать видео как там очень плохим человеком чтобы он себя чувствовал плохо и такой человек если пошел в какое село православное и увидел какую дорожку дорога который 2 машины не можно развернуть потому что люди такие хорошенькие православные поставили свой паркан на среду улицы забирающие и еще землю которая належит этому той дорозе что твоё у своей жизни твоё только этого что ты залишал забирающий паркан у своей ближе себя а то земля которую ты залежал и дал улицы это твоё потому что и та земля и твой дом и то всё когда ты умрешь одного дня он больше не будет твоим Америка она могла дати Калифорнию я ничего против ними могла дати Тексас могла дати Нью-Мексико или что там ну не може дати моё Косово всегда было Сербия оно задрежит и будет Сербия Вот смотри мы знаем что в Египте в Каире в частности да вот сегодня новомученики то есть христиан убивают за веру мы знаем в Индии тоже есть такие же прецеденты когда за веру Христов убивают то есть сегодняшний день объективно есть новомученики за Христа который свою кровь проливает исповедуя Христа вот задали вопрос а как к православным в частности относятся в Америке очень хорошо ну видите сейчас ты неправославный президент Черногори он нехрешеный человек и он прогонит православных христиан но что мы здесь в Америке очень хорошо живем нас государство никаким образом не обижает нам государство дает все нормально нормальную жизнь мы тут организованы ну Америка и ничего не верит церкве она просто непрофитабильная организация не заплачет ничего державе то что мы здесь имеем в Америке это сейчас происходящее на горе часа коммунизма когда они забирали храмы когда они светние нищили так в Америке лучше живете я не имею вашего имена если вы не примитивны почему имя свое не имеете а если вы еврей у меня есть вопрос Ярусалим это Палестин або это Израиль так само за нас Ярусалим то не за нас Косово так что это вам ответить на ваш вопрос а вы попадете в Америку то вы лучше знаете от меня Батюшка ну скажи пожалуйста ты вот разрываешься между двух городов ездишь как ты говорил там чуть ли не по 18 часов о все я не успею задать вопрос 30 секунд отчета уже пошло не успею вопрос задать Батюшка я благодарю что ты был в эфире спасибо немножко тебе выговор что ты припоздал но я все равно тебе благодарю что ты сегодня был в эфире скажи большое спасибо скажи спасибо всем и все спасибо вам всей души за ваше внимание и за все